Всем добра и позитива! Игровой канал Dillon Game приветствует вас! И я предлагаю посмотреть новенькое видео по игре Proton Bass Simulator. Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, сегодня с вами мы находимся на карте Fictive Road и сегодня с вами прокатимся по 107 маршруту на таком вот современном автобусе. Это Solaris Urbina 10 четвертого поколения, вот такой современный классный автобус. В принципе эти автобусы неплохо себя зарекомендовали, начиная там от серии вот Solaris Urbina 10, 12, 15, 18, как и первое поколение Solaris, так вот уже и совершенно новое поколение Solaris. Очень качественные, очень классные автобусы, ну и в принципе очень классный и здоровский мод, я считаю тоже нужный мод в этой игре Proton Bass Simulator. Автобус городского класса, автобус имеет три открывающиеся двери и как видим уже вторая и третья дверь здесь вот такого распашного типа. Очень здоровское и классное решение, в принципе если в автобус набьется очень много пассажиров, водителю гораздо будет проще закрыть такие вот распашные двери, чем вот двери планетарного типа, которые открываются вовнутрь, как мы можем видеть вот эту вот первую дверь. У нас в городе были такие проблемы, это у нас бегает Solaris Urbina 15 первого поколения, нет второго поколения, да у нас второго поколения бегают Solaris и там были такие проблемы, что в час пик там двери открываются как раз вовнутрь, когда в автобусе много пассажиров, закрыть их действительно очень и очень сложно и тяжело. То здесь вполне уже такое современное здоровское решение. На крыше автобуса у нас имеется кондиционер и имеется два открывающихся люка. В заднем свете как положено расположена шахта с двигателем. В общем мод, проштамповка, детализация довольно таки очень неплохая. Вообще радует, что эта игра начала набирать набирать обороты. В принципе игра существует давно, но в принципе в наших широтах вот только сейчас вот такой огромный интерес, огромный спрос пошел на эту игру, потому что начали появляться моды отечественных автобусов. В принципе что-то было, но вот вышел нашумевший пазик и Vector Next прошлую серию. Вот я делал обзор на этот автобус по этому симулятору. Очень классная модель. Находимся мы рядом с шахтой двигателем, но немного здесь пошумнее. Не скажу, что совсем уж шумно, но действительно по-настоящему в Солярисах, вот когда сидишь с шахтой двигателя, очень громко. Здесь как видим имеется три пассажирских места. Давайте пройдемся с вами по салону. Благо камера это позволяет. Такой салон типичный. В принципе не назовешь его уж просторным. В средней части автобуса имеется накопительная площадка и также здесь место для инвалидов-колясочников. По-моему здесь даже дополнительные значки присутствуют. И также вот для колясок с детьми. Тоже предупреждающие знаки, что во время езды нужно держаться за поручни, чтобы там не свалиться. В средней части автобуса должен быть как раз таки выдвижной пандус. Я думаю, что простамповка и детализация здесь предусмотрена. Она есть. Радует, что есть информационное табло с указателем остановок. И оно, кстати, по-моему, работает. Давайте более детально посмотрим. Ну, скорее всего, что это, 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 это только, знаете, такая текстура стоит, но тоже здоровско. Хоть что-то, хоть какая-то информация имеется. Видим, что впереди на полу такой запрещающий знак стоит, чтобы там люди не толпились бы, не становились. Ну, потому что это понятно, что обзор у водителя только от этого ухудшается. И возрастает шанс попасть в аварию. Рабочее место водителя. Здесь все как положено. Просторно, стандартная посадка, очень хороший обзор. С левой стороны, под левой рукой у нас расположены переключатели к климатическим контролям, чтобы делать атмосферу в салоне автобуса уютнее. Кнопки, вот видим три такие оранжевые кнопки. Это кнопки для открытия и закрытия дверей. Бортовой компьютер. Очень радует, что хоть на нем какая-то информация есть. По-моему, индикация, что у нас открыты двери. Давайте попробуем приблизиться. Наверное, за слишком далеко. Вот так пониже получится у меня. Не очень удобно, конечно, на планшете, на телефоне вот крутить камерой. На ПК-версии, конечно, все лучше. И графика там тоже намного лучше. Давайте закроем двери и посмотрим. Да, и на бортовом компьютере тоже видим, что закрывается. Снимемся с ручника с вами. Свет, я не знаю. Свет нам, в принципе, не надо, но сами можете видеть, что оптика работает, все горит. Дальний свет фар тоже работает. Поворотники включаются. В общем, все на своих местах, все без каких-либо проблем. Давайте подъезжать к остановке и будем уже забирать пассажиров. Свет я выключу. Включаем режим драйв. Вот наши с вами первые пассажиры. Как-то что-то не смотрят они в нашу сторону. Двери давайте откроем все-таки. Эти автобусы очень хорошо подойдут для маршрутов не с очень интенсивным пассажиропотоком. Солярис Урбина 10. Ну, потому что все-таки длина автобуса около 10 метров. Не так-то это и много. Бывает в городах крупных маршруты очень загружены. Поэтому на таких более спокойных маршрутах, я считаю, этот маршрут 107 более чем идеально подходит. Вот для вот этого автобуса. Давайте лишнее уберем, чтобы у нас площадь обзора гораздо бы лучше и больше была бы. Конечно, на ПК-версии намного все интереснее. Смотрится и графика намного лучше и круче. Вижу, что многие ребята пишут. Загружают какой-либо мод, выбирают окраску. А моделька у них появляется совершенно белая, без текстур окраски. Ребята, кто играет на Android-платформах, нужно чуть-чуть понизить в настройках графики. И поверьте, все появится. Я тоже с этим сталкивался. Настройки ставите чуть пониже и все. И автобус у вас появляется в нужной вам окраске. В принципе, не скажу, что уж прямо так графика сильно начинает проседать. Смотрел, как ребята делают обзоры на эту игру. По-моему, третью дверь надо закрыть. Очень приятно, что все перед глазами. Ребята из Бразилии делают обзоры на ProtonBus симулятор. И на ПК-версии. Насколько вообще сочная, классная графика в этом симуляторе. Конечно, я сейчас вам всю сочность этой графики не передам, поскольку я делаю обзор то на мобильном телефоне, то на планшете. Приятно, что на приборной панели индикаторы поворотников тоже это все работает. Дворники здесь, по-моему, тоже можно включить. Надо их убрать. По-моему, больше ничего. Люки пробовал открыть, не открывается. Не во всех моделях это прописано. Не во всех моделях это все сделано. Но вообще, паз Vector Next, который вышел, там, конечно, этот автобус своим обвесом он просто порадовал. Здесь поворотник вот включается и слышно, как крыле клацает. Вообще, в Solaris, вот у меня Solaris второго поколения Urbino A15 сбегают, там поворотники по-другому. Там они не щелкают, вот как крылья, а там вот звуковое сопровождение идет. И, в принципе, если водитель забудет выключить поворотник, при любом раскладе вам захочется выключить его, потому что, ну, настолько противный звук, если вы забыли выключить поворотник, что... С одной стороны, это здорово, когда есть такое звуковое сопровождение для того, чтобы, ну, не вводить водителей в заблуждение. Проще вот тогда выключить, как бы. Видим, что кнопки для связи с водителем работают. Загорелся оранжевый индикатор на приборке. И это оповещает нас о том, что на следующей остановке кто-то из пассажиров хочет выйти из нашего автобуса. Маршрут по времени этот занимает от 8 до 15 минут. Но, учитывая, сколько здесь светофоров на перекрестках, то мы будем ехать, наверное, 15-20 минут. Наконец-то загорелся оранжевый. Карта тоже довольно-таки очень хорошая. Разметка на дорогах присутствует. Перекрестки очень удобно их проходить. Ну, в принципе, на таком автобусе, на Солярис Урбина 10, очень компактный. А вот эта компактность как раз-таки придает этому автобусу очень классную маневренность. Также можно, ребята, здесь и зеркало отключать и подключать. В принципе, и левое зеркало я включил. Ну, как оно мне нужно для работы. А вот правое зеркало у меня отключено. Как бы оно мне не надо. Я туда головой не кручу. Я не смотрю в него. Но пассажиры начинают возмущаться, потому что мы уже 70 едем. Спидометр здесь показывает адекватную скорость. Автобус нисколечки не врет. Такие пассажиры очень здоровские. Автобусы с такой радостью не встречают. В трафике здесь бегает Солярис Урбина 12. В таком вот белом стандартном окрасе. Я так понимаю, мы, наверное, уже за город какой-то выехали. Маршрут какой-то полупригородный получается. Что-то не хочем ехать. А не хочем мы ехать, потому что у нас третья дверь не была закрыта. Да, Солярис с открытыми дверями никуда не поедут. Нас, помню, Солярисы, когда появились. Вообще, об этой марке никто толком не знал. В начале 2000-х. И все думали, вот такие какие-то автобусы непонятные. Они через 2-3 года думали, что все развалятся. Там гарантийный срок свой отбегают. Но Солярисы довольно-таки очень неплохо себя зарекомендовали. И бегают они уже на протяжении у нас 20 лет. Кстати, здесь пробка образовалась. Как-то надо это все объезжать нам. Благо. Благо зеленый сигнал светофора загорелся. И, в принципе, можно сказать, отбегали и бегают еще. Но уже, конечно, будут у нас автобусный парк обновлять. Проскочим на оранжевый. Будут закупать автобусы, по-моему, МАН. МАН будут и по городу бегать. По городу будут автобусы на метане. А на пригородных маршрутах дизельные автобусы будут курсировать. Помню, когда Солярисы забивались под завязку в час пик. Конечно, водителям было сложновато. Помню, с дверьми они очень мучились. Знаете, в Икарусах было там, ладно, одна створка там не закрылась. И автобус мог спокойно ехать. Хоть дверь там полностью не закрыта. С Солярисами уже такой номер не прокатывает. С открытыми дверями автобус никуда не поедет. И когда народу в салоне битком, то водитель уже просил чуть ли не в громкоговоритель, чтобы пассажиры плотнее трамбовались бы, чтобы была бы возможность закрыть дверь. Слушайте, как-то многолюдно стало на этой карте. Очень много трафика появилось перед нами. Ну, немножко трафик на перекрестках рассеивается. Конечно, тоже непонятно. Вот здесь машина включила правый сигнал поворота, но дороги-то направо никуда нет. Здесь левый включает. Либо это такое перестроение непонятное. Ну, у нас одна полоса. Ну, куда-то он, видимо, перестраивается. Пассажиры возмущаются, потому что еду я больше 60 км в час. К сожалению, вот не нашел я эту функцию в настройках. Вот можно ли как-то скорость здесь отрегулировать, чтобы я бы 80 хотя бы мог ехать, и чтобы пассажиры бы не жаловались бы. Ветрогенератор этот, смотрю, работают. С одной стороны дороги не попадается, и с другой стороны дороги, смотри, вот прорисовывается. По рулежке моделька очень классная. Достойное внимания. Очень четко автобус слушается. Надеюсь, интерес к этому симулятору будет лишь только возрастать. Надеюсь, что будет больше появляться отечественных автобусов, российского, украинского производства. Ну и надеюсь, что когда-нибудь появится какая-нибудь и такая отечественная родная карта. Не знаю, тут могли, наверное, не останавливаться. Никто не выходит, никто не заходит. Ни пассажиров нету, никого. У нас, кстати, по-моему, тоже электроуказатель маршрута работает. Я уже видел, ребята прописывают и русские маршруты с русскими названиями городов. Здорово как это смотрится на моделях, конечно. Но будем надеяться, что появится какая-нибудь русская отечественная карта. Здесь у нас уже кто-то хочет выйти. Кнопка для связи с водителем сработала. Ну, в принципе, звуки двигателя слышны. Ну вот в старых Solaris, в новых, конечно, можно сказать, что шумоизоляция получше, конечно, сделана. Но в старых Solaris, вот рядом с водителем, если находиться, звука мотора вообще не слышно. Но если рядом шахты двигателя, то там, конечно, весь этот грохот достается вам. Весь процесс, как двигатель там работает, как автоматическая коробка передач переключает передачи. Цветофоры, конечно, время очень так отнимают. Но без них тоже никуда. Кто-то же должен движение регулировать. Видел также, на этот симулятор выпускают и легковые автомобили. Можно на легковых автомобилях покататься. Пробовал я на легковых автомобилях возить пассажиров, но, к сожалению, нет. На легковых можно покататься, поизучать, так сказать, карту, покататься по дорогам, погонять, трафик пообгонять. Ну и, в принципе, проверить на скорость, насколько можно выжать из той или иной модели максимальную скорость. Ну а тем самым временем мы с вами добрались до конечной остановки. Дальше уже навигатор нас никуда не ведет. Вот такой вот обзор. Вот такой вот классный современный Solaris. Очень хороший мод. Так, тут я не знаю, что-то ли кто-то так возмущается. Непонятно, в общем, что они говорят. Возможно, может, когда-нибудь даже русская озвучка появится. Ребят, огромное вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте проявлять свою активность. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...